Взаимодействие и конкуренция с федеральными сетями, потому что эта тема война для всех. Федеральные сети активно развиваются на территории нашей страны. Единственные, кто более-менее пока еще от этого не пострадал, это Дальний Восток. Они там все в нетерпении, все же будут бояться, дорожат, и пока еще очень мало кто пришел. Ну и пока вот ситуация такая, крайне пуганных ритейлеров. А во всей остальной стране, конечно же, уже федеральные сети активно доминируют, активно выживают. Это мелкий и средний бизнес с рынка, и, конечно же, эта тема стоит острая. Как это в мире происходит? Вот если брать Западную Европу и Америку, 80% рынка держат крупные сети, 20% мелкие и средние ритейлы. В Скандинаве ситуация еще хуже, 95% держат сети, все остальное мелкие и средние ритейлы. Значит ли это, что выхода нет, и что как бы все плохо, и прям они выглядят, ну совершенно нет, абсолютно нет. Даже в рамках тех 20%, которые там есть в Европе, если мы дадим в этой ситуации, можно жить, выживать и делать бизнес. Сейчас расскажу свои соображения по этому полу. Ну, во-первых, мы должны понимать, что у федеральных сетей все равно есть определенная специфика. И вот то, как устроены в магазинах, то, как устроен процесс продаж в магазинах, это устраивает далеко не всех покупателей, далеко не все довольны этой схемой. Как правило, что называется первым главным преимуществом в сети? Низкие цены. Но ведь низкие цены – это не единственный критерий. И не для всех людей низкие цены – главный критерий при магазинах или товарах. Вот исследования показывают, что людям еще важно. Место расположения, сервис. То есть вот мы видим, насколько это для многих людей важно. Ну, то есть вот должен ли победить Давид Галяфа, я считаю, что должен ли победить маленький, большого. У нас нет задачи победить федеральные сети. Это и невозможно. У нас есть задача вот на той территории, которую мы для себя определили как наша торговая территория, которая обслуживает наш магазин. Притянуть к себе максимальное количество клиентов, которых мы можем, чтобы это обеспечило и прибыльность в магазине, возможность для развития и нормального существования. И это реально, потому что, еще раз, не все 100% людей выбирают по одинаковому китерию в магазине. Да, то есть вот если пробежаться по сильным и слабым сторонам крупной розницы и мелкой, ну, плюсы гипермаркетов, обширный ассортимент, безусловно, на этих огромных площадях они могут выложить огромное количество товаров, это, конечно же, и плюс. Но минус какой-то, слишком большая территория. Вот не каждый готов гулять там по этим коридорам, на особенность, надо заскочить на 5 минут, купить какую-нибудь небольшую вещь, ходить, бродить там по этим, совершая кучу ненужных покупок. Да, при этом, еще, как правило, сложная навигация, они же там меняют периодически расположение отделов, найти что-то, что нужно, не всегда легко. Плюсы, большое количество касс, безусловно, да, это существенный плюс. Но мы все знаем, что в реальности, из-за этого большого количества кассы, работает, ну, меньшинство. И люди в итоге стоят в очередях, это тоже минус. Казалось бы, все сделано на то, чтобы максимально прохватил конвейер людей, в большинстве сетей, всегда нужно толкнуться на очереди на неработающие кассы. Ну, плюс там, тележки, удобство покупки, но это как плюс, так и плюс, да, то есть, конечно, огромное количество кассов на покупку. Вы забегаете в супермаркет, условно говоря, без пакета молока, и проходите там, пока дойдете до этого молочного, наберете полную тережку, и в итоге дома разбирая ее, будете думать, что же я столько всего выкупил, зачем же мне все это надо, да? То есть, многие лишний раз не поймут в магазин и нападите соображение, а забегут в маленький магазин, чтобы быстро купить только то, что нужно. Ну, там, плюсы, это постоянные маркетинговые акции какие-то, частота, да, у них все-таки определенные технологии, определенные стандарты, которые они соблюдают. И тоже наша задача, когда мы смотрим на крупные сети, наша задача, мы не должны их копировать во всем, безусловно, у нас бизнес по-другому построен. Но есть некоторые важные моменты, которые, конечно, нужно у них подсмотреть и перейдемать себе, в том числе вот эти вот стандарты, в том числе, там, по частоту тоже я буду говорить дальше. Минусы. Как правило, они все дальше от дома, да, потому что их не строят где-то во дворах, да, их строят за пределами города или в центрах, или в социальных районах, не очень много таких магазинов. Хамское поведение персонала, потому что вот этот конвейер, который они купят, да, у них как конвейер покупателей, так и конвейер персонала, у них тоже долго не задерживаются, и, видите, они постоянно набирают людей на работу в закладах, они очень высокие, как правило, и люди вот не предрасположены к тому, что уставят какие-то личностные отношения с покупателем, не заботятся о покупателях. Но наверняка там у всех у вас есть опыт покупки чего-нибудь в крупных сетях, вы понимаете, что получить какую-то серьезную консультацию, получить какую-то реальную помощь от продавца практически невозможно. Сначала нужно его найти, а потом его убедить, он бегает еще от покупателя, как правило, прячется. Потом он с ценником зачитает характеристики и будет считать, что он рассказал о товаре, да, то есть, ну вот, это классика. Не говоришь, там, про поведение охранников, кассиров, которые просто организуются в большинстве случаев. Вот это обезличенность сервиса, да, то есть то, что отталкивает очень многих людей. Но не всем важно купить на три копейки дешевле, людям важно получить удовольствие, получить эмоцию от покупки. Это на сегодняшний день тоже об этом много говорит. Это ключевое. Деньги, особенно сейчас, достаются многим людям не очень легко. И доставаясь с деньгами, люди хотят не просто товар взамен на деньги, а хотят, чтобы был комфортный процесс покупки. Эмоции хотят получать. Нам всем, в принципе, ну, особенно жительным больших городов, всем не хватает эмоций. Мы все как-то вот тут, ритм жизни достаточно высокий, круг общения, как правило, сужается, благодаря тому, что там все заняты, всем нет. Всем хочется каких-то эмоций, в том числе поход в магазин. Это некая социальная акция, когда мы идем другим людям общаться, получать эмоции. А если бы не люди стоят с каменным лицом, то мне очень приятно это дело. Плюсы маленького магазина. Компактность размещения товара. Все перед глазами. Да, товара меньше, но легко ориентироваться, потому что вот оно все. Не надо бегать тут по стеллажам. Экономия времени на покупку и то, что для очень многих людей является существенным плюсом. Потому что вот опросы показывают 9 из 10 потребителей, хотели бы тратить меньше времени на покупке. Потому что нам нужно покупать ежедневно себе продукты, нам нужно покупать себе какие-то вещи, нам нужно покупать себе хозяйственные товары, лампочки, батареи, все что угодно. Мы полжизни проводим в этих магазинах. Люди хотят сокращать это время, люди не нравятся сокращать магазины. Магазины все равно для многих это стресс поход в магазин. Поэтому возможность сократить время пребывания в магазине для многих является ключевой. Не возможность сэкономить, а возможность сократить время. Это тоже важно. Ну и многие покупатели уже в маленьком магазине ходят на конкретного продавца, который реально помогает, который реально консультирует, который может оказать бутылку, который по-человечески общается. Не найдете вы это в федералистках. Это именно всегда плюс мелкой и средней розницы. Когда действительно магазин помогает решать проблему покупателю, а не просто говорит, «Вон товарик, тебе бери, вон там касса». То есть это разный бизнес. У них и у нас разные бизнесы. Людям очень многим важен индивидуальный подход. Очень многие хотят, чтобы за их деньги им все-таки относили, в них видели людей, и просто вот человек на дешевле взошел, сейчас мы оттуда деньги вынимаем, он пойдет дальше. Вот это вот, когда человек приходит в магазин и говорит, «Вон как обычно», он говорит, «Это принципиально важно». Про него помнят, не просто его в лицо узнают, а еще помнят, какие сетины у него дома стоят и какие лапочки ему нужны, условно говоря. То есть помнят его ситуацию, потому что это небольшой магазин, потому что, как всем клиентам, человеческое отношение. Особая домашняя, какая-то теплая семейная атмосфера в магазине – это тоже важно для многих людей. Нужно понимать, что когда мы говорим про маленькую среднюю розницу, мы продаем, в федеральные сети они продают товары, вот у них огромный ангар, выставлен товар, заходи перед. Мы продаем услугу, мы продаем услугу покупки товара в удобном месте, с возможностью получить консультацию, с человеческим отношением, с комфортным, ну еще и нам желательно, чтобы это можно было сделать быстро. Мы продаем комплексную услугу, и эта услуга тоже, безусловно, стоит денег, и сервис тоже стоит денег, и достаточно большое количество людей, которые это ценят и готовы за это платить. Там, где мы не можем конкурировать по ЦГЕ, мы можем конкурировать по общему комплексу услуг, которые предоставляют покупатели. И наша задача просто – собрать вокруг своего магазина достаточное количество этих покупателей с помощью маркетинга, с помощью клиента ориентированности, удержать тот привлечь и удержать именно тех людей, которые это ценят. Какая-нибудь бабушка, которая считает последние копейки, она всегда пойдет в тот магазин, где, например, копейки дешевле. Бог с ней пусть идет. Есть люди, есть средний рентингент, к которым важно, чтобы они не относились как к людям, чтобы они могли решить проблему, чтобы был индивидуальный подход. Вот этих людей задача найти и привести в магазин. И тогда мы на своем локальном поле, федеральной сети, переиграем, потому что они об этом заботятся, у них другая цель. Майкл Бергтелл, он работал директором Уоллмарка управления профессионалом, Уоллмарк – это огромная сеть пипермаркетов американских. Вот он сказал, в сфере розничной торговли акцентирование внимания на клиентах всегда было первоочередной задачей. Поговорите с клиентами, узнайте, что они хотят, и делайте так, как они хотят. Ритейлеры, управляющие бизнесом небольшого размера, всегда имеют при этом больше возможностей для маневрирования, выбора того типа товаров, которые наиболее востребованы. Отсутствие качественного обслуживания является причиной гигиени бизнеса и ритейлеров всего мира. Вот ответ на вопрос, как с ними бороться, потому что они крупные, они невоворотливые, и они не заботятся о каждом конкретном клиенте, у них другие задачи. Наша задача – обеспечить сервис. Что такое сервис? Это и общение продавцов-кассиров, полнота информации о товаре, скорость обслуживания, способ упаковки товара, доброжелательное, уважительное отношение, забота. Вот все эти пункты – это скорее мы, чем они. Ну и критерии, по которым люди выбирают магазин, которые люди называют при опросах, когда следование проводят. Утопство расположения, наличие необходимого товара, качество товара, быстрота совершения покупки, цена, комфортность покупки, качество обслуживания. И если мы не можем конкурировать по цене, хотя в ряде случаев можем, то по всем остальным мы легко можем конкурировать с другими системами и должны это делать. И тогда люди выбирают, куда пройти, какой магазин, будут выбирать наш магазин, потому что вот все остальное, по всем остальным пунктам мы можем их перейти. Отношение заключается не только в том, что мы радуемся людям, которые нам деньги приносят, но и когда возникает какая-то проблема у покупателя, мы общаемся с ним не менее доброжелательно, чем когда он отдает нам деньги. Да, это не значит, что надо по первому требованию возвращать деньги или что-то еще. Надо решать конкретные проблемы. Но как это происходит? Попробуйте там в каком-нибудь тоже группной сети что-нибудь вернуть, как с вами будут общаться. То есть это тоже как бы вот аспекты сервиса, аспекты индивидуального подхода. Ну также что еще делать? Дополнительные услуги придумываем в этом магазине, для того чтобы лишний повод найти покупателя прийти в магазин. То есть если у вас в магазине стоит банкомат, сигнал, оплата, еще там кто-нибудь там, субриндует, аптечный пункт, еще что-то. Человек задумывается, в какой магазин пойти в тот или в этот, а я там заодно еще декоммуналку оплачу, что-то даю прям к ним. Он зайдет, и он заодно в ваш магазин. Если вы другие вопросы решите, это дополнительный повод в том числе зайти в магазин. Подумайте о том, что вы можете сделать в своем магазине, помимо того, что вы делаете, и так, чтобы у людей было еще повод там заглянуть. Ну и что нужно понимать? Что владельцы гибербанков, владельцы вот этих федеральных сетей, они все, как правило, где-то далеко, как правило, даже не в нашей стране. Потому что все крупные федеральные сети, у них у всех практически не российская. Вот список основных федеральных сетей, и где они прописаны, где штаб-квартира находится. Ашан, Франция, Окей, Люксембург, Пятерочка, Нидерланды, Перекресток, Нидерланды, Карусель, Нидерланды, Дмитро Кешенхей, Германия, Ленда, Британские и Вербинские острова, Глобус, Кипр, Никто неслось. Мы видим все основные ключевые сети, все не выросли. Это глобальные такие мировые бизнесы. Акционеры находятся далеко. И, конечно, никакого дела этим акционерам, для конкретного покупателя в вашем конкретном городе, нет. И другие задачи. На бирже торгуются многие. И задача открывать как можно больше магазинов, чтобы их акции лучше торговались на бирже наплевательных покупателей. И только малый и средний бизнес реально там, где собственный может участвовать в процессе и должен участвовать в процессе, действительно будет конкурентоспособен. Потому что он будет бороться за покупателей, потому что он будет управлять всеми процессами. Там, где собственных процессов не управляют, очень многие тоже есть те люди, Сейчас я открою магазин, найму людей, они будут мне деньги, зарабатываю деньги на островах Актерика. Не работает схема. Если собственный не присутствует в бизнесе, реально вовлеченный, отключенный, там, это не конечно, нельзя ходить в отпуск, можно, но если реально контролировать, работать, настраивать все бизнес-процессы, особенно сейчас в условиях Актерика, не будет бизнес развиваться. В малом цели бизнеса это практически не работает. Ну и перейдем к следующей теме. Телефекцинар посвящен теме увеличения объема продаж. Для того, чтобы увеличить объем продаж, нужно сначала ответить на вопрос, а из чего он складывается. Потому что у нас есть пучка денег, мы хотим, чтобы она стала больше. А что конкретно нам нужно сделать? Когда мы не понимаем, из чего она складывается, первый вариант есть, например, помолиться, чтобы денег стало больше. Это тоже преподаватель рабочий вариант. Просто я говорю, тема моего семинара, то есть у меня другие инструменты. Я не исключаю такого варианта. И многим помогает. Но наша задача все-таки как бы найти рычаги там, где от нас зависит. То есть помолиться — это не совсем от нас зависит. А вот там, где мы можем что-то другое приложить, там нужно выбирать инструменты. Я предлагаю там математический подход. Вот объем продаж в магазине можно, например, представить в виде некой формулы. Это количество посетителей, которые заходят на магазин. Причем под количеством посетителей мы будем иметь в виду целевых посетителей. То есть если бомж зашел погреться, мы его не считаем. То есть он не целевой посетитель. Мы считаем людей, которые, в принципе, могут интересовать наш товар. И у них, в принципе, есть деньги на покупку нашего товара. То есть количество посетителей. Или мы умножаем на «к» — это коэффициент конверсии. Это сколько посетителей стало покупателям. Потому что, к сожалению, не каждый зашедший магазин выходит с покупкой. Наша задача, конечно, чтобы каждый, но мы понимаем, что это сложно. И умножаем на сумму среднего человека. То есть вот тогда мы получаем объем продаж. Зашло в день 100 человек, из них там 20 совершила покупку, в среднем на 3 тысячи рублей, и вот он объем продаж. А дальше это в день, там дальше умножаем на месяц и так далее. Соответственно, вот мы имеем уже три инструмента для того, чтобы управлять объемом продаж. Но если бы там коэффициент конверсии, его можно померить на протяжении длинного определенного периода. И он там имеет некую, как сегмент температуры по больнице, некую постоянную. То есть там понятно, что сегодня зашло 100 купил и 10, завтра зашло 100 купил и из них 20. Но в среднем походе мы можем вывести некую цифру. Мы понимаем примерно, при каком объеме вошедших у нас какие продажи. Соответственно, если мы удвоим количество входящих целевых посетителей, то можно предположить, что, условно, конечно же, можно предположить, что удвоится объем продаж. Либо, наоборот, мы оставляем количество посетителей. Как есть, ничего с этим не делаем. Пытаемся удвоить конверсию. Тренируем продавцов, чтобы они каждого входящего грамотно атаковали, грамотно с ним общались и он не уходил без покупки. Удвоим конверсию – удвоим объем продаж. Либо удвоим средний чек. Тренируем продавцов, чтобы они умели делать доп-продажи, кросс-продажи, чтобы человек, который за что-то одно ухватился в магазине, никогда не уходил только с одной покупки, чтобы всегда ему это продавали и так далее. Удваивая все эти мучения, тоже удвояем объем продажи. Конечно, взять и с нуля удвоить любую из этих позиций достаточно сложно. Но если мы каждую позицию хотя бы на 30% уменьшим, мы более чем в два раза уменьшим продажи. То есть вот здесь плюс 30, плюс 30, плюс 30, в итоге будет более чем удвоение продажа. Согласитесь, что на 30% рывочек сделать легче гораздо, чем в два раза. Поэтому наша задача сегодня рассмотреть все три этих инструмента и поговорить о том, что же мы можем сделать, чтобы добиться увеличения в каждом пункте. Начнем с количества посетителей. То есть как вот у нас есть ядкое количество людей, которые к нам заходят, как же нам сделать, чтобы их стало больше? Ну, во-первых, для начала нам нужно ответить на вопрос, а кто эти люди? Нам нужно никого привлекать. Это тоже очень большая проблема. То есть по моей практике, когда я общаюсь с людьми, что я приходил, а когда меня приглашают порешать проблему конкретно в магазине с увеличением продаж или в компании, в которой я прихожу, за этот вопрос, кто ваш покупатель? К сожалению, вообще рядко люди могут внятно ответить на этот вопрос. Не, ну как? Ну все, кому это надо. А кому это надо? Нет, ну вот все, кому надо. Вот они все наши целевые покупатели. Люди не могут описать свою целевую аудиторию, не представляют соответственно. Ну а как? Где мы будем брать, если мы не знаем, кто они? Кем они работают? Какой у них достаток? Какие у них интересы? Какие у них проблемы? Мы должны понимать это. То есть мы должны дать себе ответ, кто наша целевая аудитория. Вот та целевая аудитория, про которую я сказал. Нам не надо всех подряд в магазин загонять. Потому что, еще раз, нам не нужны люди, которые все равно будут клиентами федеральной сети по тем причинам, о которых мы говорили раньше. Нам нужно своего целевого покупателя найти, который именно ценит вот это вот сочетание сервиса и услуг, которые мы можем представить в магазине. Дальше мы должны сегментировать эту аудиторию. Потому что понятно, что она не однородная. Они не все как деревянные солдатики на одно лицо. Они на некие группы все равно делятся. Понимать, сколько у нас этих групп, какие они примерно. И делать прицел на каждую эту группу. Если мы говорим о привлечении покупателей, это всегда маркетинговая коммуникация какая-то. Мы будем их привлекать определенным образом. То ли выздоровая листовки, то ли размещая рекламу, то ли что-то еще делаем. То есть это маркетинговая коммуникация. Мы должны им что-то сказать, чтобы они захотели прийти в наш магазин. Чтобы им что-то сказать, мы должны понять, с кем мы говорим. Невозможно понять, о чем говорит человек, если вы не знаете, что за человек перед вами. Нужно понимать, кто эти люди, чтобы понимать, какими словами с ними говорим. Что для них...